Это проект Город Думы, меня зовут Дмитрий Павленко. Итак, отложенная на несколько лет так называемая мусорная реформа. Наконец-таки сдвинулась с мертвой точки. Региональный оператор приступает к работе сегодня, 1 декабря. Что это значит? Это значит, что теперь в Хабаровске и районе имени Лазо сбор, вывоз и утилизация мусора на плечах одной компании. Хватит ли машин? Пройдет ли испытание новогодними каникулами, когда мы традиционно ссорим больше обычного? Сколько теперь будем платить, больше или меньше? Даст ли новая схема обращения с ТКО импульс для развития раздельного сбора и переработки? В целом, по стране опыт реализации реформы не очень положительный. Вот, например, соседний Владивосток в январе прошлого года там на свалках крысы начинали заводиться. Будет ли у нас так же или нет? Вот об этом сегодня мы поговорим. У нас в гостях Марина Оненко, заместитель директора ООО «ТСК ФЕСТ», представитель регионального оператора компании. Здравствуйте. Здравствуйте. Анжелика Миронова, первый заместитель министра ЖКХ Хабаровского края. Анжелика Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. И Владимир Сидоров, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Владимир Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 1 декабря, час икс, пробили часы, собственно. С сегодняшнего дня что изменилось? Вот для меня, как жителя Хабаровска, и для вас, как людей, которые занимаются непосредственно реализацией мусорной реформы у нас региона? Что заработало? Какие машины куда пошли? Ну, специализация автотранспорт выехала на линию сегодня, более 80 единиц. У рекоператора определены операторы, более 8 номинований организаций, которые сегодня осуществляют свои полномочия. Все по плану сегодня стартовало? Как хотели? Столько? 80 машин вышло, 80 машин и хотели. Совершенно верно. Этого достаточно для того, чтобы... Это не меньше, чем было вчера, например? Не меньше, абсолютно. То есть все четко слажено? Прекрасно. С точки зрения непосредственно запуска самой реформы, реализации, как запуска мусорной реформы и, не знаю, экологическая политика, экологическое движение в общем регионе. Владимир, для вас это значимый шаг? Безусловно, уже в течение нескольких лет мы пытаемся сформатировать, как будут решаться вопросы, связанные с приходом регионального оператора. Для нас, как общественников, это очень важно, потому что первое, за чем мы сегодня будем следить, за тем, чтобы при переходе из жилищной услуги в услугу коммунальную, управляющие организации из квитанций за содержание, собственно говоря, квадратных метров жителей города, вычли то количество, которое у них, собственно, уходит в качестве обязанностей управляющих организаций ТСЖ. Как мы понимаем, платить за это сегодня люди будут уже не своим управляющим организациям, а платить они будут за это, собственно говоря, региональному оператору. И, наверное, самая главная экологическая составляющая этой реформы в том, что региональный оператор сегодня отвечает за то, чтобы мусоровоз, который забирает ваши отходы от жилого дома, от фирмы, от офиса, доехал до специализированного полигона, где отходы будут утилизированы. А в идеале и не до полигона, а до какого-нибудь места, завода, где это все переработано? На сегодняшний момент такого завода, то есть линии сортировочных, пока нет, но эти решения прорабатываются сегодня Министерством жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с привлечением компаний-инвесторов. Система раздельного сбора, которая сегодня существует во многих жиломассивах, также претерпит изменения. О них чуть позже. В принципе, общий тезис понятен, Анжелика Валерьевна, вам, как администратору, в принципе, здесь, на территории всего региона, нацпроекта «Экология», человек, который... И мусорная реформа, ну это, откровенно говоря, самый сложный, наверное, один из самых сложных каких-то участков этого нацпроекта. Вот для вас 1 декабря это праздничный день? Скажу так, что, наверное, да, для меня, как гражданина, как человека, который живет в Хабаровском крае, это важный день, потому что мы перешли, начинаем переходить на систему жесткого контроля обращения с твердыми коммунальными отходами. Начиная от их образования, заканчивая их утилизацией, переработкой и захоронением, в том числе. То есть вот до этого система работала каким-то таким корявым образом, сейчас полетит просто на всех парусах? Раньше она работала таким образом, что мы не контролировали процесс вывоза отходов, куда они вывозятся, вот самое главное. Это один из самых главных вопросов, потому что уже неоднократно мы говорили о том, что у нас отходы, у нас собственник отходов заключал договор на их транспортировку, вывоз, да, с любой организацией, скажем так, которая готова была их вывозить. И при этом собственники фактически, о чем они сейчас заявляют, они не контролировали, то есть им было все равно, куда вывозятся отходы. Сейчас как раз это задача оригинального оператора и органов, исполнителям власти Хабаровского края контролировать, чтобы отходы, которые с места накопления, с контейнерной площадки, приходили не в лес, да, вывозили, а именно в законный объект обращения с отходами на полигоны. Так, то есть у нас, по идее, теперь должно стать меньше свалок. Все это произойдет благодаря тому, что мусор, который собирается... Кстати, не только мы сегодня говорим про мусорную реформу в рамках взаимодействия регоператора и физических лиц, или там сейчас всех вообще обяжут, и магазины, все, кто производит мусор, должны через вас это все утилизировать. Все собственники отходов, которые образуют отходы, все собственники, они физические, юридические лица, и лица, которые исполняют по поручению, скажем так, заключают договоры с региональным оператором, они обязаны заключить договоры именно с региональным оператором по вывозу и транспортированию, ну, по транспортированию ТКО, и, соответственно, с другими лицами они не имеют права заключать договоры. Все. Единая централизованная система, у которой есть еще обратная сторона медали под словом «монополизм», ее тоже попозже обсудим. Но, итак, как это сейчас будет работать? И я так понимаю, для меня, как человек, который просто живет в доме, кроме какой-то измененной квитанции, ничего измениться больше не должно. И, соответственно, суммы, которые в этой квитанции появятся. Но если технически, раньше приезжала какая-то машина, забирала мусор и уезжала. Куда-то везла, очень надеюсь, что везла на нормальный полигон, а не на ближайший лесок. Сейчас будет все то же самое происходить. Утро машина приедет, я не увижу так же мусора, как это все было. Совершенно верно, все по графику будет. Все будет по графику. Есть ли разница между, допустим, многоквартирный дом, где есть трубопровод, и домом, где отдельная контейнерная площадка? Нет ли споров между вами и управляющими компаниями? Кто за что отвечает? Данный вопрос регулируется 354-м постановлением правительства Российской Федерации о порядке предоставления коммунальной услуги. То есть система у нас, новая система для граждан. Прежде всего, это что? Раньше эта плата за вывоз отходов входила в плату за содержание ремонта жилого помещения. То есть мы получали от управляющей компании квитанцию, где была плата за содержание. Сейчас это коммунальная услуга. И если раньше она не регулировалась регулятором, комитетом по ценам и тарифам, который проверял правильность начисления этой платы, то сейчас это коммунальная услуга, и она регулируется комитетом по ценам и тарифам. То есть у нас региональный оператор формирует пакет документов, который говорит, что необходимы такие-то расходы на то, чтобы они вывозили отходы, их платили операторам по обращению с отходами. И эти документы сдаются в комитет по ценам и тарифам. Комитет по ценам и тарифам смотрит, проверяет все документы, расчеты проверяет, и соответственно утверждает тариф на деятельность регионального оператора. Допустим, то, что вы сказали, есть мусоропровод, есть нет мусоропровода. У нас по законодательству Российской Федерации обязаны содержать мусоропровод, это обязанность управляющей компании. У оригинального оператора обязанность вывозить отходы с контейнерной площадки. Только вывозит отходы с контейнерной площадки. И если при погрузке отходов у него просыпаются эти отходы, соответственно, он обязан их убрать. Это тоже предусмотрено. Но в части содержания контейнерной площадки, допустим, стоят три контейнера, а все остальное мусор разбросан вокруг. Это обязанность управляющей компании убрать контейнерную площадку. Вот, кстати, по этому поводу, коль мы про это заговорили, то есть, окей, если трубопровод в доме, то управляющая компания обязана обеспечивать чистоту этого. И чистоту, да. А вывоз мусора? Это обязанность оригинального оператора. То есть, вот, из-под выехал бак, все забрали, а непосредственно там, где помещение, где через вот эту вот трубу, это все управляющая компания. Это все обязанность. Я предлагаю сейчас послушать комментарий Алексея Балвановича, это директор управляющей компании ДВСРК «Горький» по поводу вот как раз контейнеров. Потому что есть у управляющей компании некоторые опасения. Давайте послушаем и потом поговорим об этом. Контейнерные площадки, они, как правило, не являются общим имуществом, так как они, по крайней мере, опять же, на поселке Горького, они относятся к нескольким домам. То есть, это уже не общее имущество. Опять же, как правило, они стоят не на придомовой территории, а на земле муниципальной. То есть, как здесь, да, в случае, если это муниципальная земля, значит, у рекоператора должны возникать какие-то отношения с администрацией города именно по поводу этого участка. Он должен быть или в аренду сдан, или там безвозмездное пользование. И там, где контейнерная площадка на придомовой территории. То есть, тоже как здесь. Это должны быть какие-то правоотношения с жителями, с собственниками, либо с управляющей компанией. То есть, вот эти вот моменты, которые нужно будет еще регулировать. Ну, это, я так думаю, будет какой-то определенный переходный период, там, в течение месяца, двух-трех, в течение которого и мы, и все вопросы, надеюсь, решим. Как прокомментируете это? Давайте прокомментирую. Первое. Вот эти то, что озвучили вопросы, проблемы, они, в принципе, урегулированы, опять же, законодательством Российской Федерации. В данном случае, в правилах содержания общего имущества многоквартирных домов. Там четко сказано о том, что собственники жилых помещений обязаны создать места накопления, ну, то есть, контейнерные площадки, и содержать. Это входит в плату за содержание ремонта жилого помещения. И все управляющие компании, ТСЖ, уже эту работу проделали. То есть, они определенную сумму оставили в плате за содержание ремонта жилого помещения. А в части вывоза, именно транспортирования, твердых коммунальных отходов, они вывели, скажем так, отдельной строчкой. Это первый момент. Что касается контейнерной площадки, которая находится на территории, на земельном участке, которая не является общим имуществом, является либо муниципальной собственностью, да, земельный участок, либо на которой гособственность не разграничена. Опять же, вот это постановление правительства Российской Федерации, которое говорит о том, что обязаны содержать, то есть создать и содержать. Если не позволяет придомовая территория, то, соответственно, они создают контейнерные площадки, собственники жилых помещений, на территорию, на земельном участке муниципального образования. Порядок создания мест накопления, он регулирован как правительством Российской Федерации, есть специальное постановление, так и правилами благоустройства и регламентами, которые приняты на территории администрации города Хабаровска. В любом случае, за содержание контейнерной площадки, которые находятся не на земле, не на добровой территории, принадлежащей собственникам, а за пределами это обязанность собственников жилых помещений, а в данном случае в лице управляющей компании, либо ДСШ, либо кооператива. Ага, то есть содержание контейнерной площадки – это обязанность в любом случае? Создать и содержать. Создать и содержать. Хорошо. Тогда вот здесь тоже, как я понимаю, был такой момент. К примеру, подъезжает машина, берет бак этот, вытряхивает. В момент, когда вот это происходит, какой-то мусор рассыпается. Вот он лежит на площадке контейнерной. Вот этот мусор кто убрать должен? Угрузки региональный оператор должен. Подборщик предусмотрен в штате, потому что, насколько я понимаю, не всегда, не на всех, до вчерашнего дня, не во всех машинах сидел там второй человек или вмененному обязанность была первому водителю, машинисту, который это все собирают. С водителями была проведена дополнительная инструкция, где им объяснили, что при случае просыпавшегося мусора они обязаны поднять. Вы же понимаете, что доказать, просыпался этот мусор в моменте, или он там в моменте погрузки-разгрузки, либо в моменте, когда это кто-то шел, просто пакет мимо бросил, либо его ветром... Это же невозможно доказать. Мне кажется, это одно из полей, где будут достаточно... Смотрите, когда приезжает специализированный транспорт, мусоровоз, он должен подъехать к контейнерной площадке, где должны быть контейнеры, контейнеры, быть в уровне, правильно? Это 0,6 куба. Если там, естественно, сверх нормы накопления, то тогда просыпается мусор в любом случае, то, что больше. Но в любом случае он поднимет этот мусор, то, что будет региональный оператор связан с собственником контейнерной площадки, либо с управляющей компанией, где будет выявляться сверхнакопление, по каким причинам это происходит. А если настолько много мусора, что он не просто сверху, а он рядышком лежит? Нет, это отвечает собственникам контейнера площадки. За санитарное состояние, на котором площадка отвечает собственникам контейнера площадки. Я имею в виду, что, к примеру, мусора накопилось столько, ну, вот не приехала машина вчера, там, или, ну, не знаю, про нормативы сейчас тоже поговорим. Ну, в общем, так или иначе, вот сверху горка. Я понимаю, что если пакет-то положу, его там что-то легкое у меня, в этом вздует просто. И я его как-то там прижал, примял и рядышком положил. Вот этот пакет, он юридически, там, возникает ли у вас обязанность его забирать? Нет, не возникает обязанность, потому что если складируется, то есть накапливаются отходы больше, что контейнеров не хватает, соответственно, управляющая компания, ТСЖ или кооперативы, то есть тот, кто управляет многоквартирным домом, должны поставить еще контейнеры. Решить вопрос и доставить контейнеры, конечно. Это обозначит договор с региональным пиратом, что у них там контейнеров теперь стало не 3, а 4. И когда говорят, извините, у нас 3 контейнера, нам не хватает, поставьте 4. Это должны сделать собственники. Это собственники, это бремя собственников. Они за это платят управляющие компании, ТСЖ. Есть вот этот вот момент, о котором я уже говорил, точнее, период времени под названием новогодние каникулы. Давайте послушаем комментарий Владимира Петрова, генеральный директор управляющей компании «Уют» по поводу как раз новогодних праздников. Впереди Новый год. Все знают, что на Новый год большой объем мусора. Хватит ли мощности у регионального оператора? Смогут ли они правильно выстроить график по вывозу мусора? Это вызывает беспокойство. То есть, если по крупногабариту можно следить, в каком доме где-то делаются ремонты, то именно на новогодние праздники, даже при стабильной работе, всегда мусорные контейнеры завалены. Вот, собственно, да, новогодние праздники. Никогда в обычное время мусора не появляется, но Новый год, все мы дома, мандариновых порок просто отдельный контейнер набирается. Как с этой бедой, не знаю, будете разбираться? Будете ли менять график? Потому что ради периода в 10 дней ставить еще один контейнер, ну, я не знаю, может быть, конечно, имеет это смысл, но, мне кажется, мало кто будет этим заморачиваться. Ну, если будет перенаполнение контейнерной площадки, естественно, мы прорабатываем вопрос дополнительного транспортного средства, выделять это подменный автомобиль, который будет по заявке от управляющей компании приезжать согласно норм накопления, естественно. Если, например, предположим, мусоровоз уже приехал, убрал, и через 4 часа наполняется еще контейнерный парк, то в рамках взаимодействия, естественно, будет дополнительно отправлена машина. Дополнительно отправлена машина, но просто 80 машин – это максимум парка? Нет, не максимум. То есть есть еще в запасе какие-то… В резерве, естественно, в резерве у нас седаясь подменные машины, и в случае поломки транспортного средства на линии выпускается дополнительный транспорт. А если вот из опыта просто прошлых лет говорить, новогодние каникулы по сравнению с обычными рядовыми какими-то днями, то вот это насколько интенсивнее засоряться все начинает? Ну, в два раза. В два раза. То есть получается не 80, а 160 машин должно быть выйти, чтобы обеспечить нормальную чистоту города? Ну, этот вопрос мы решим. До Нового года еще время есть, поэтому не переживайте. Ключевое слово человека было, когда он говорил – это всегда проблема. Я так понимаю, эта проблема никогда не решалась. Да. И при этом при постоянной работе, даже без регионального оператора, проблема была. Да, проблема, конечно же, была, но просто мы же сейчас говорим о том, что у нас совершено изменение, естественно, хочется от любого изменения ожидать как-то позитивных изменений, прошу прощения за тавтологию. Вот. Ну, хорошо. То есть, если что, если я 1 января, выйдя утром в прекрасном настроении, проводив этот треклятый 20-й, выйду, вынесу мусор и увижу, что у меня много там мешков каких-то непонятных, мне нужно будет позвонить в управляющую компанию, и они свяжутся с вами. Естественно, да. Так, будем надеяться, что 1 января все так оперативно будет действительно работать. Кстати, по поводу машин, в принципе, как, за счет чего у регоператора появились эти машины? Правильно понимаешь, что это все договоры подряда с теми же… С операторами. С теми же операторами. Да. Со всеми заключились, перезаключены договоры, или какие-то компании все-таки уходят сейчас с рынка, с переходом? Пока ведем деловые переговоры, пока на рынке остаются все, которые у нас существуют в городе Хабаровск. Каких-то там жалоб, насколько я понимаю, начинают появляться от малого бизнеса, который занимался непосредственно перевозкой, что сейчас теряют они рабочие места. У нас оригинальный оператор, и при правительстве, при министре было совещание как раз с малым бизнесом по поводу того, что они теряют свой заработок. Вопрос в чем стал? О том, что для оригинального оператора утвержден тариф, и в нем есть размер расходов, которые заложены в этот тариф оригинального оператора. То есть, если брать, по-моему, 316 рублей на транспортирование отходов. В рамках вот этой суммы оригинальный оператор готов заключать договоры с малым бизнесом, малым и средним бизнесом, который осуществлял транспортирование твердых коммунальных отходов еще до оригинального оператора. Здесь вопрос о том, что договорятся по цене. Больше не может сделать оригинальный оператор. А на меньшее наши транспортировщики фактически не согласны. Вот сейчас ведутся переговоры. Переговоры в сторону увеличения вот этой суммы? Увеличивать сумму нельзя однозначно. То есть, больше то, что заложено в тарифе, оригинальный оператор транспортировщикам не может предложить. Поэтому либо они соглашаются на эту сумму, которая указана в тарифе оригинального оператора, либо тогда они отказываются, и тогда оригинальный оператор обязан собственными силами вывозить отходы. Все, другого варианта не может быть. Так, но смотрите, я просто немножко сейчас математиками понимаю. Если у нас по сравнению со вчерашним днем сегодня вышло 80 машин, это ровно столько же, сколько вчера, то по идее никто как будто бы не ушел с рынка. Со всеми ровно столько же договоров перезаключили. Ну, три перевозчика пока в деловых переговорах у нас проходят, но это плечо взяли другие перевозчики на сегодня. То есть, проблема угнетания, угнетенного малого бизнеса, она не так масштабна. Мы слышим, что три у нас транспортировщика, да, оператора. Вот, кстати, по поводу тарифа. Владимир, человек, который не просто так здесь сидит, объясните мне, как вам, вот на ваш взгляд, вот эта схема перевода 4 тысячи, сейчас поправьте меня, 760 рублей вывоза, вот тонны отходов, которая каким-то образом, которая получает регоператор, каким-то образом становится 4 рубля 3 копейки с квадратного метра. 5 метра в жилую площадь, где человек проживает. Как эта конвертация проходит? Нет, ну, это математически путем, собственно говоря, если разделить ту сумму, которая утверждена сегодня комитетом по ценным тарифам, с одного метра как раз получается сумма в 4 рубля с небольшим. И нужно отдать должность, что для Хабаровска, как для города, этот тариф один из самых небольших в нашем регионе, в дальневосточном. То есть мы вошли, по-моему, в тройку регионов с минимальным тарифом в связи с вступлением регионального оператора. Это, конечно же, последствия того, что в городе Хабаровске в течение вот этих лет была сформирована уже достаточно эффективная система утилизации и сбора отходов. То есть это мусороперегрузочная станция, это полигон по захоронению отходов, который находится на 60-м километре, то есть выполненный по всем экологическим нормам. Проблема других регионов нашего края в том, что там таких объектов нет. И именно поэтому пока там не появился региональный оператор, который бы взялся на себя в обязанности по фактической доставлению на лицензированный полигон, тех отходов, которые образуются в населенных пунктах. Сейчас ближайший район – это Комсомольск, в котором появится региональный оператор. Там пока решаются вопросы как раз по размещению. На наш взгляд, изменение системы оплаты, изменение системы обращения с отходами на сегодняшний день – это исторически сформированная необходимость, которая на наш взгляд сегодня не только экологические проблемы должна решить, но и подстегнуть идею раздельного сбора в жилмассивах. Ведь мы на сегодняшний день говорим о том, что жилмассивы, которые за этот период сформировали у себя на контейнерных площадках контейнеры для раздельного сбора, смогут экономить на вывозе, платя по факту накопления. То есть не по тарифу 4,3 метра, а по факту нахождения в контейнерных площадках объема отходов, которые вывозит региональный оператор. Нам сейчас как общественникам предстоит вместе с региональным оператором, с министерством ЖКХ, с переработчиками, компаниями, которые сегодня вывозят эти отходы не на свалку, не на полигон, а на переработку, отработать все аспекты этого механизма. Потому что это новый процесс. Очень много сейчас жалоб и сомнений от управляющих организаций ТСЖ, которые у себя уже поставили, эксплуатируют контейнеры для раздельного сбора. Но я думаю, что телезрители, которые нас сейчас смотрят, прекрасно понимают, что вот эти желтые сетки для пластика, для пэт-бутылки, накопители для макулатуры стали появляться сейчас во многих хабаровских дворах. Наша задача сейчас отработать это взаимодействие, сделать так, чтобы появление регионального оператора и переход на новую систему обращения с отходами помог сегодня появлению во дворах, например, новых контейнеров уже, например, по сбору стекла, по сбору металла. Я правильно понимаю, что при этом, мы, кстати, с вами уже обсуждали в этой студии, что сейчас прорабатывается инициатива, где при условии, что, допустим, вот в моем дворе происходит раздельный сбор, если его потом на вторичную переработку отправляют, то для меня, к примеру, этот 4.03, тариф, по идее, должен становиться меньше. Потому что компания... Но, исходя по опыту других регионов, там вот звучит это слово «монополия». И в этом случае, то есть без взаимодействия и как бы такого домоклого меча правительства, общественности, еще чего-то, регоператор не очень-то и хочет этим заниматься. Вот зачем ему это? Почему у нас должно по-другому? И случится ли это? Об этом после короткой паузы оставайтесь с нами. Это проект «Город Дума». И обсуждаем сегодня мусорную реформу, ее реализацию. И вот один из моментов, да. По идее, мусорная реформа должна стимулировать раздельный сбор, переработку, все вот это. При этом, если во дворе происходит раздельный сбор, и вот эта вторичная переработка осуществляется, то 4.03, этот тариф, о котором мы еще не поговорили, тоже интересно, обязательно обсудим, то его тоже можно за счет этого снизить. Но, вот, допустим, в сентябре, наверняка вы слышали, счетная палата констатировала, мусорная реформа провалилась. Примерно 90% твердых коммунальных отходов складируется на полигонах и свалках, перерабатывается только 7%. Места на полигонах заканчиваются. В общем, как-то не очень. И вот это вот, с одной стороны, хорошая, светлая и добрая идея о том, что перерабатывать больше, она упирается в реальность, и вот этого не происходит. За счет чего у нас это может измениться? Ну, нужно начать с того, что Хабаровск достаточно большой задел сделал в части развития системы раздельного сбора. И без вашего участия приму. Ну, будем надеяться, что так, да. И на сегодняшний момент, ну, разные цифры существуют, кто-то называет порядка 300 контейнерных площадок по городу, да. Понятно, что мы сегодня даже там на 20%, на 10% не обеспечили контейнерные площадки в жилмассивах именно контейнерами для раздельного сбора. Именно поэтому у тех дворов, где уже есть эти контейнерные площадки, есть определенная преференция. То есть там эта система отработана, она сложилась пока только две фракции. Я это повторяю. Это PET-бутылка и это картон, бумага, которые сегодня, как крупногабаритные отходы компактируются, дворниками укладываются в накопители, приезжает машина компании-переработчика, это все забирает. Естественно, нам, как представителям общественных организаций, которые сегодня курируют движение «Раздельный сбор», которые сегодня являются инициаторами вот этого, собственно, инициативы людей, которые звонят сегодня к нам, звонят переработчикам, просят поставить контейнерные площадки, принимают на общих собраниях решения соответствующие. Нужно понимать, чтобы эта площадка обрела законный статус, необходимо сделать несколько простых действий. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, ну, это Анжелика Валерьевна, я думаю, скажет, нужно зарегистрировать договор о том, что эти отходы, раздельно собранные, были отправлены на переработку в компанию, у которой есть соответствующие, ну, то есть там, рецензии, да, то есть все необходимые пара. После регистрации, то есть сначала, условно, мне, давайте пройдем со мной этот путь, у меня во дворе пока нет такой, к сожалению, площадки, хочу очень раздеть, у меня уже половина балкона завалена этими пластиковыми бутылками, сжатыми какими-то, надо их куда-то деть. Я хочу их выносить в ближайшее место вот у себя во дворе. Мне сначала нужно с компанией-переработчиком связаться, они устанавливают или, например, мы с вами. Потому что вот у меня между переработчиком и мною есть, и там, жильцами моего дома, есть договоренность, что мы это им передаем. Этот договор мы несем в министерство ЖКХ, министерство ЖКХ его регистрирует. Да, регистрируем, включаем реестр, и уже после этого оригинальный оператор обязан выставлять плату за вывоз отходов, исходя из фактических, а фактически это объем контейнеров, количество контейнеров. Без регистрации в нашем реестре этого договора на утилизацию, соответственно, оригинальные операторы берут по нормативам. А если я зарегистрирую, условно, насколько может снизиться плата и когда это произойдет? Я понимаю, что ближайшие несколько месяцев точно нет, потому что это слишком сложно еще юридически все будет оформить. Ну, да бог с ним. Юридически не сложно. У нас порядок по постановлению правительства Хабарского края, утвержден порядок по накоплению отходов. Там есть раздел «Раздельный сбор отходов». У нас было требование в части многоквартирных домов о том, что должно быть решение собственников на общем собрании, о том, что они осуществляют на доме именно раздельный сбор, потому что решение собственников является, в принципе, обязанностью для всех собственников, которые проживают в этом жилом помещении, в этом многоквартирном доме, и, соответственно, договор на утилизацию, которая заключается именно с организацией, занимающейся именно утилизацией, а не подмаркой утилизации, да, фиктивной. После этого подается заявление и прикладывается договор. Мы регистрируем этот договор в реестре и доводим информацию до регионального аппарата. Насколько может снизиться тариф? Это зависит, примерно 20-30%, в зависимости от того, какие отходы вы собираетесь разделять. Это может быть просто пластик, это может быть картон, это может быть бумага. Сейчас количество отходов, которые можно раздельно собирать, планируют к увеличению. Планируем подключить стекло в жилмассивах. Я думаю, что в ближайшее время может быть рассмотрен вариант по сбору металла. Если в Хабаровском крае появятся сортировочные пункты, это фактически дуальная система накопления отходов. То есть в один бак, вот сеть Владивосток пошел сейчас по этому пути, региональным операторам, самим региональным операторам закуплено порядка тысячи контейнеров, объемом 1,1 куба. Это контейнеры для сбора всех перерабатываемых компонентов твердых коммунальных отходов. То есть там будет и бумага, и пластик, и стекло, и металл. Все, что потом будет привезено на специальную сортировочную линию, и уже эти отходы сухие практически, подготовленные к вот этой сортировке вторичной, они будут уже с более высокой эффективностью рассортированы и применены уже по назначению. То есть каждая фракция. А сколько видов собирают в Владивостоке? Ну, в настоящий момент, я думаю, что 6 или 7 видов, вернее, фракций идет экстракция и излечение. Но там существуют такие линии и для смешанных отходов. То есть сами мешки тоже попадают в систему, специальные разрыватели есть. Но если отходы сложить в одну емкость, мы прекрасно понимаем, что они из отходов превращаются уже в мусор. У нас пищевые отходы, у нас, мы понимаем, что в летний период это очень быстро начинает портиться, пахнуть. И потом товарные качества вторсырья, которые даже, может быть, могут быть оттуда извлечены, они становятся гораздо хуже и гораздо проблематичнее этот процесс делать. А у нас сколько в Хабаровске сейчас, условно, готовы перерабатывать видов вторсырья? Ну, вот на станции раздельного сбора Поляна мы сейчас работаем с 10 фракциями вторсырья. То есть их местные переработчики мы готовы принимать? Да, местные переработчики. И те, кто перерабатывает, занимаются утилизацией. И те, кто их компактирует, отправляют в другие регионы. Это на сегодняшний день порядка 10. Марина Игоревна, пример Владивостока, закупить тысячу, поставить, есть ли такое в планах уже у регоператоров? И вообще работа с раздельным сбором? В планах это есть, но мы только вступаем в свои, скажем так, проработаем хотя бы месяц и посмотрим. На Новый год, думаю, будет интересно бутылки всем собирать. У нас в соглашении с региональным оператором прописано, что он обязан внедрять раздельную систему обращения с отходами. Этапность, цифры, KPI? Они должны в 2021 году предоставить нам, с учетом изучения рынка и обращения отходов на территорию Хабаровской районной Лозо, они должны предложить схему, которая будет удобна и для региональных операторов, и для наших граждан по раздельному сбору отходов. Такие варианты как раз мы, как общественные организации движения раздельный сбор, общество охраны, мы сейчас как раз проработали их логистику, экономику. И что самое главное, нами сейчас уже начата работа по просвещению граждан в части раздельного сбора, в части обращения с отходами. Кстати, эта новая полномочия появилась у органов местного самоуправления. Согласно 503-му федеральному закону, экологическое просвещение в части обращения с отходами стало полномочием органов местного самоуправления. Значит, мы будем чаще встречаться в этой студии, это один из выводов, который можно сделать. Смотрите, давайте вот мы не очень поговорили про сам этот тариф. Даже снизить вот этот 4.03, снизить там на 20% при прочих равных. Сама цифра 4.03, ладно, математически как-то мы ее вывели, я насколько понимаю, что она потом будет меняться, все-таки будут брать не с квадратуры, а с фактического какого-то вывоза. С объемов. С объемов. Да, это объем контейнера и количество контейнеров. Да, будет как бы понятнее, как внутри потом это будет разделяться. Потому что... Утверждаются нормативы. Вот как эти нормативы действуют? Смотрите, я живу один, квартира 50 квадратных метров, я живу один, за стенкой живет квартира 50 квадратных метров, там 5 человек. Из них там 14 детей, я не знаю. И они, соответственно, гораздо больше мусора производят. Но платить мы будем одинаково. Ну, смотрите, до того, когда начал деятельность оригинальный оператор, у нас было в плате за содержание, вывоз отходов. И в плате за содержание, она выставляется на квадратный метр. То есть было так же? Было так же. Хорошо. Никто не задавал вопросов. Никто не задавал вопросов. Но они появляются сейчас. Потому что мы все равно, мы же сейчас совершаем какое-то изменение. Хочется? Нет, все правильно. Мы тоже об этом говорим, о том, что необходимо, чтобы образуют мусор, да, отходы, это не квадраты, да, а люди. Соответственно, система предполагает, что выставлять плату от количества зарегистрированных, фактически проживающих граждан. Это действительно коммунальная услуга. Но там же в постановлении правительства Российской Федерации, опять же, на законодательном уровне предусмотрено, что можно выставлять на квадратные метры. Для того, чтобы выставлять на квадратные метры, необходимо, чтобы было количество, понятно, хотя бы зарегистрированные данные о количестве зарегистрированных граждан. Фактически у нас эти данные можно собрать, допустим, с управляющих компаний, но в частный сектор, эта система, данные эти отсутствуют. Они есть в миграционной службе, в которой мы запрашивали, да, данные. Дело в том, что есть система ГИС, и в миграционной службе в течение, по-моему, 10 дней со дня регистрации гражданина в жилом помещении обязаны размещать эту информацию в системе ГИС. Количество зарегистрированных граждан мы могли бы взять оттуда, но фактически два года прошло, эта система не заработала. Мы по министерству ЖКХ запросили в миграционной службе, чтобы нам предоставили данные зарегистрированных граждан. Они говорят, с учетом количества граждан вообще на территории Хабаровского края, эту информацию нужно выбирать вручную, и она постоянно меняется. То есть фактически невозможно предоставить им нам. Поэтому мы ушли от количества граждан, мы пошли по той же системе, которая была до этого, квадратные метры. Когда система заработает, когда будет понятно, кому доступна информация о количестве зарегистрированных граждан, будем уже пересматривать, выходить на людей. Но сейчас именно из-за частного сектора вот здесь проблемы возникли. Так, сами вы увели меня в частный сектор, хотя про тариф хочется еще поговорить. К частному сектору вернемся. 4.03. К примеру, тот же самый, допустим, Горький, ну вообще, там, неважно, Горький, плата была за вывоз мусора, она составляла там порядка двух рублей, к примеру. Районы там новостройки, там примерно, если так прикидывай, это в районе шести, потому что строительные его по-другому вывозят, это дороже. Два, шесть, а в итоге четыре. Если я живу в Горьком, и мне приходит цифра в два раза больше, то я не понимаю, почему я должен сейчас платить больше. Если я живу где-то в новостройке, и понимаю, что у меня в районе еще года-два будут ремонты идти, то мне, в принципе, как будто нормально, я даже экономлю. То есть тариф все равно, он вот этот настолько усредненный получился, что вот это чувство несправедливости какое-то становится. Вы знаете, вот чувство несправедливости, наверное, у того, кто платит по факту, и это действительно цена составляет около пяти рублей. И когда другой платит за два рубля, то сейчас поступают обращения граждан, говорят, я платил два рубля, сейчас буду платить четыре рубля. И когда мы говорим им, гражданам, которые звонят в министерство ЖКХ, вы с кем заключали договор? И вы уверены, что ваш транспортировщик, который вывозил отходы, вывозит на полигон, потому что обязан транспортировщик вывозить отходы на законный объект, он в сети. То есть транспортная составляющая, она примерно одинаковая. То есть тариф в два рубля не может физически существовать? Физически не может существовать, это рассчитано комитетом по ценным тарифам, проверено. Органам, регуляторам, которые проверяют все количество машин, смазочные материалы, топливо, ГСМ, все. К чему веду? Что вопрос, куда вывозились отходы? Хорошо, давайте тогда принимаем за факт, что тариф в два рубля существовавший, ну, откровенно дурно пахнет, потому что, скорее всего, в ближайший лесок это все вывозилось. Есть такая вероятность, не будем осуждать и вешать ярлыки, но, предположим, такое могло быть. При этом плата, очередной рост каких-то тарифов, он все равно, мне кажется, стимулирует в голове маленький бунт и нежелание платить. Вот, к примеру, вообще про риск неуплаты, того, что люди не будут платить. Насколько думаете, потому что вот коммерсант писал это, причем по итогам первого года рефона, в прошлом году только был, долг в Самарской области перед подрядчиками 1,3 миллиарда, Челябинской области 1 миллиард. Ну, это прям нормальные цифры такие. Если люди не будут, то, в общем, часть какая-то не будет платить, то регоператор, как вот опять-таки в той же статье было сказано, он просто скажет, друзья, мне как бы не надо. Ну, вы же сами уже сказали, да, что это проблема всей Российской Федерации и тех региональных операторов, которые уже действуют в других субъектах. Фактически в начале реформы, когда заходили региональные операторы, статистика была 30-40% всего оплаты. То есть у нас привыкли платить фактически люди, проживающие в многоквартирных домах. Они относительно добросовестно, да, и платили, и будут платить. А вот частный сектор, как раз вот там проблемы. И там люди прям напрямую заявляют, мы платить не будем. Но это коммунальная услуга, вы получите квитанцию. Дальше же гражданско-правовые отношения через суд взыскивать будут. Вот давайте сейчас, Коля, про частный сектор, да, заговорили. Примерно об этом же я поговорил с Ольгой Беллингой. И генеральный директор саморегулируемой организации, некоммерческая партнерство ЖКХ группы. Ее комментарии по поводу как раз-таки работы в частном секторе. Сегодня частный сектор как такое темное поле. Да, у нас реализовано в отдельных поселках, в отдельных частных секторах пакетная система сбора мусора. С 1 декабря все будут платить за ТКО. И опять же, если мы смотрим практику других регионов, то там были уже судебные споры, когда жители частного сектора говорят, у нас нет контейнерной площадки, значит, вроде бы как нам услуга не оказывается. Но рекоператор, он вывозит мусор со всего города Хабаровска. И без разницы, где он забрал этот пакет, в какой точке сбора. Каждый, кто производит мусор, должен за него платить. Поэтому жителям частного сектора плата будет выставляться в общем порядке. Давайте прокомментирую. Первый момент. У нас в правилах благоустройства города Хабаровска, которое утверждено в администрации города Хабаровска, прописано, что в части индивидуальных жилых домов отходы собираются именно в пакеты. То есть там нет контейнерной площадки, если четко она не создана. Пакетирование. Второе прописано опять. В постановлении правительства Российской Федерации сказано, если оригинальный оператор вывез отходы, договор считается заключенным. В чем особенность? О том, что даже если у вас нет письменного договора, но оригинальный оператор вывез вам отходы, договор считается заключенным, и вы обязаны платить за оказанную услугу. Как сейчас будет? Пакетная система остается или нет? Остается. То есть так же человек, покупая мешок, фактически вам уже платит? Как это? Мешок не покупается. Любой пакет, который будет выставлен в частном секторе, оригинальный оператор обязан вывезти. Ага. То есть не вот эти вот желтые мешки? Не специализированные. Как это будет? Хорошо. Заезжает, давайте на примере, заезжает в какой район, Владимир? В жизнедорожном районе, заезжает автомобиль регионального оператора, начинает собирать все подряд. Едет по улице частного сектора, собирает пакетированный способ. То есть если хотел человек избавиться от этого пакета или нет, может быть он вынес просто, чтобы там постояло на время. Все равно проедет регоператор, положит в машину и скажет, плати мне. Собственно, ты кого? Сколько он будет платить? Частный сектор, как там расчет? С одного квадратного метра 5 рублей. Ага. То есть больше, чем в городской области? Норма накопления, больше в индивидуальной жилой застройке. А если фактически там меньше мусора производится? Норма накопления. То есть чтобы отбивать пятерочку, будьте любезны, мусорите больше. Осуществляйте раздельный сбор. А, осуществляйте раздельный сбор. Так, но обустройство, не знаю, контейнерных площадок в частном секторе планируется или нет? Там управляющей компании-то нет. Там нет управляющей компании. Там, может быть, во-первых, никто не решает право собственников, в том числе частного сектора, принять решение о создании местонакоплений, обратиться в администрацию города Хабаровска, сказать, что мы желаем создать контейнерную площадку на 10 домов, пожалуйста, сделай. Не то, что сделать, они могут создать. Либо это на себя берет орган местного совправления, создает контейнерную площадку сам. Но здесь вопрос идет по содержанию контейнерной площадки тогда. Поэтому вариант, который приемлем и для органов местного совправления, и для граждан, если они не желают осуществлять сбор отходов через пакеты, создать контейнерную площадку. И вот здесь мы выходим на очень модные трехбуквии последних двух лет. ТОСы. Территориальное общественное самоуправление. Мне кажется, вполне себе идея через них объединяться, как минимум. И также через, опять-таки, правительство Хабаровского края. А уже есть такой опыт, по-моему, даже в районе Лозо. Где они создали ТОС, создали контейнерную площадку, получили деньги. Из бюджета. Да, из бюджета Хабаровского края, и, соответственно, сделали контейнерную площадку. Ну, я добавлю здесь тот опыт, который есть у нас на сегодняшний день по грантам для местного совправления, грантам для ТОСов. Мы на сегодняшний день планируем в рамках плана совместной работы с мэрией города очень активно развивать, во-первых, само движение ТОСов. И помогать сегодня, в том числе и в частном секторе, вот такими конкурсными деньгами, для того, чтобы люди, софинансируя создание контейнерных площадок, получали у себя не просто контейнерную площадку, где стоят обычные ржавые контейнеры, а красивую, благоустроенную, понятно, что региональный оператор, сейчас, заходя в частный сектор, где собрать оплату будет достаточно проблематично, берет на себя очень большие социальные обязательства. И это, на мой взгляд, сможет во многом повлиять сейчас на состояние решения проблем, потому что мы прекрасно понимаем, что санитарное состояние очень многих районов, где частный сектор превалирует, оно достаточно сложное. Так вот, мы сегодня не затронули еще и тему ликвидации несанкционированных свалок. Следующий вопрос. Да, потому что это тоже будет обязанностью регионального оператора. И, что немаловажно, на сегодняшний день огромное количество частного бизнеса, компаний, организаций, которые фактически не платят за вывоз отходов, а просто подкидывают мешки, ну, давайте будем честными, магазины, парикмахерские, кафе, предприятия, организации, зачастую это организации, не имеющие своих договоров на вывоз отходов, которые пользуются контейнерными площадками. Сейчас, Соколь, первый этаж в любом жилом доме, малый бизнес, в баке. Вы знаете, такая проблема продолжает. Ну, я не знаю, вот сейчас регионального оператора возникнет необходимость заключать договоры с организациями, которые осуществляют вот такие услуги. То есть, приходить и каждую организацию, производящую отходы, сегодня заключать с ними договоры, выставлять им квитанции, опять же. И, на мой взгляд, это в общем котле, ну, то есть, будет друг друга компенсировать. Необходимость вывозить отходы там, где за них не платят, при этом получая дополнительные доходы от тех, кто раньше не платил, но сейчас уже не отвертятся. И в этом-то и смысл. Вот вы сказали про монополизм. Я бы здесь сказал про ответственность, потому что на региональном операторе за ним столько контроля будет и столько контролеров, причем с очень реальными штрафными санкциями, что сегодня этой организации придется очень сильно постараться, чтобы удержать вот этот баланс. Ну и здесь нужно будет, мне кажется, особенно в первые несколько лет, на сколько, на 10 лет договор? На 10. На 10 лет. В первые 10 лет, пока будет выстраиваться вся эта система. Кстати, вот по поводу свалок, коль мы заговорили, про отдельный малый бизнес, который не привык заключать договоры на вывоз, это отдельная, наверное, тема, действительно, свалки. А за счет чего, за счет собственных средств свалки ликвидировать? У нас свалки, у нас обязанности опять. В общем, много их у нас, да. Ссылаюсь на федеральное законодательство, которое говорит, что если больше одного купического метра, по-моему, отходов, обязанность, региональный оператор вывел такую свалку, больше одного купического метра, соответственно, он, собственнику земельного участка, в большинстве своем это органы местного управления, на которые либо собственность, либо госсобственность не разграничена, направляет уведомление о том, что вот в течение 30 дней уберите свалку. И направляет договор к этому уведомлению, договор, проект договора с региональным оператором на уборку этой свалки. Если в течение 30 дней собственник земельного участка не вывозит отходы, не заключает договор с региональным оператором, Соответственно, убирает оригинальный оператор, а потом в судебном порядке, либо в добровольном порядке взыскивает собственника земельного участка То есть он не убирает за счет средств, то есть понимаете, вот у него утвержден тариф, получается он за счет средств граждан, которые он собрал, с граждан, которые заплатили, должен бросить в алку, это неправильно Соответственно, тот собственник земельного участка должен убрать То есть сейчас, если где-то в каком-то лесочке захолустном какой-то негодяй-перевозчик складировал мусор, наш регоператор своими силами, не знаю, как это будет происходить, но нашел, обнаружил эту свалку, поступает обращение, то есть муниципалитет сейчас, извините за слово, налипнет. А он, в принципе, не буду повторять ваше слово, он в любом случае и в рамках дооригинального оператора обязанность по уголке свалок, это было полномочия. Да, как будто у нас периодически это происходило, субботники все, два раза в год, а то и три, еще что-то, какие-то деньги все равно направлялись. Органы местного сопровождения всегда, особенно эта прокуратура следит за этим. А как будет происходить, просто главная проблема не в том, что их там свалки не убирали, а в том, что это излюбленные и прикормленные места, и там они периодически возникали. То есть люди привыкли туда вывозить, раз убрали, а потом опять появилось. Вот чтобы второй раз не появлялось, это регубератор будет за это отвечать? Смотрите, какая система будет. Раньше человек не заключил договор с лицом, который вывезет эти отходы, а сам повез, сложил и выкинул эти отходы в лесу. Ему какая разница, он ничего не заплатил, убрал органы местного сопровождения, с бюджета потратил свои средства. Сейчас фактически вывезу я отходы, не вывезу я отходы сам, я получу квитанцию, и будет добро заплатить за нее. То есть мне уже экономически нецелесообразно взять отходы, потратить средства, время и вывезти отходы, когда я все равно, мне выставят квитанцию. То есть одна из самых главных сейчас задач, это все-таки тогда позаключать со всеми договоры на вывоз мусора. У нас вот, да, задача... А примерно понимаете масштаб трагедии? Примерно 20 тысяч, как минимум. Нужно заключить? Да, но вопрос у нас, видите, в чем, у нас не должен, четко, чтобы понимали наши телезрители, если у вас нет на руках письменного договора, это не значит, что у вас не возникла обязанность платить за отходы. То есть возникает обязанность, вот у вас контейнерная площадка вывез, все, оригинальный оператор, вы уже обязаны платить, вы квитанцию свою получите в любом случае. А как, к примеру, вот, например, на примере дома, которых много у нас, да, где в Цоколе несколько магазинчиков, там какой-нибудь один-два, еще что-то, парикмахерская, ногти, неважно. По идее, я, мы как жители дома платим, у нас тариф установлен, мы платим за вывоз мусора. Но вот в этот, там, несколько контейнеров, еще вот с этих магазинчиков, еще мусор скидывают. Вот у вас, у нас, в рамках до регионального оператора, до того, когда стала коммунальная услуга, у нас управляющие компании начисляли плату, выставляли, то есть обязанность по вызову отходов, это была обязанность управляющей компании, где выбран способ управления через, там, управляющую компанию, либо ТСЖ. Они начисляли плату, то есть на квадратный метр в размере платы за содержание ремонта жилого помещения. Вот три рубля, два рубля за квадратный метр, да. То есть у нас гражданин, который живет в жилом помещении, пакетик в день, и магазин, который 10 пакетиков в день, платили фактически одинаково. Сейчас у нас утверждены нормативы потребления твердых коммунальных отходов, где для жителей это один норматив, для магазинов продовольственных это другой норматив, для аптек это третий норматив, для парикмахерских это четвертый норматив. И плата возникает, норматив умноженный на тариф. Платить теперь по-разному будут, исходя из, скажем так, видов деятельности, которые осуществляет предприниматель в нежилом помещении, расположенном в многоквартирном доме. Что должна сделать управляющая компания ТСЖ опять же по закону? Они знают конкретно, что в их доме такие-то, такие-то виды деятельности. Они обязаны направить региональному оператору реестры и данные о таких нежилых помещениях, где осуществляют такую-то, такую-то деятельность. А собственники вот этих нежилых помещений обязаны заключить договор, не управляющая компания уже, как раньше была, да, а именно с оригинальным оператором заключить договор на вывоз отходов, где будут объемы отходов, плата будут соответствующие. То есть граждане фактически, то есть это время будет возможно именно на собственника нежилого помещения, который расположен на многоквартирном доме. Сильно отличается от 403? Ну, от вида деятельности. Ну, например, у нас же не так много вариантов, чего можно... Много вариантов, много. Много, на самом деле. Много вариантов. И сейчас такие моменты возникают. Вот управляющая компания, да, у нас сейчас создан, небольшое, конечно, в нем количество. Там, допустим, говорят, что жилое помещение, в нем индивидуальный предприниматель зарегистрирован, как обычный гражданин, но осуществляет деятельность по, скажем так, ну, не детский садик, а просто временного нахождения детей там, оказывает услуги, когда родители. Соответственно, вопрос, 80 детей за день, они отходов образуют больше, чем гражданин, ну, чем за квадратный метр. Как будет там отчисляться? Мы сейчас, допустим, услышав эту проблему, вносим изменения в наш нормативно-правовый акт и утверждаем нормативы для этого вида деятельности. В жилом помещении... И они примерно сколько будут? У меня в доме как раз вот такая история. Не считала, я не готова сказать. Ну, ладно. У нас время совсем не остается. Куротко еще. Понятно, переходный период, все это будет, про тариф вроде бы все обсудили. Мне еще интересно, вот сам полигон, если прямо в двух словах. А ему надолго хватит? Вот того, который в 60 километрах от города? Ну, проектная мощность его, по-моему, порядка 25 лет. С возможностью расширения дополнительных карт. Полигон этот является одним из самых современных сейчас в нашей стране. Он был как раз разработан и создан с применением наилучших доступных технологий на тот момент. Что такое современный полигон? Это не просто площадка, где трактор утраивает? Да, это, во-первых, долго выбирали. Я, кстати, сам участвовал в проектировании этого объекта. Наши коллеги из Портленда помогали, из города Побратима. Где выбирался сначала водонепроницаемый экран, там очень большой слой глины. То есть, фильтрат и вредные вещества не попадают в грунтовые воды. Потом гидролизационный экран. Сооружение по удалению фильтрата и газа свалочного. Это достаточно серьезная инфраструктура, которая заложена была на многие годы вперед. И на сегодняшний день у Хабаровска этот вопрос решен. И как раз опыт эксплуатации подобных объектов может пригодиться сейчас для других районов края, где фактически обычные свалки наносят достаточно ощутимый урон не только окружающей среде, но горят. И мы на это внимание обращаем сегодня. Наш полигон гореть не будет. Ну он не горит уже, да. Многие помнят, березовская свалка была закрыта, сейчас рекультивирована. Вот что должно сегодня происходить по всей территории края. Конечно, вопрос в деньгах. И мы очень ждем сегодня, что федерация будет помогать. Потому что бюджеты края и муниципалитетов сегодня не в состоянии покрыть вот такой объемный вопрос. Ну что ж, спасибо большое за эту беседу. Мне кажется, не все мы, наверное, обсудили. Не все у нас. Далеко не все. Есть что-то, что добавить? Вот прям обязательно. Да нет. Вот что способность населения? Просто нужно понимать, знаете, хотелось все-таки добавить, когда слышишь по телефону и говорят о том, что мне все равно, куда ввозят. Надо четко понимать, что, знаете, жить по принципу после нас хоть потоп, но это, наверное, не должно соответствовать нашей гражданской позиции. Гражданской позиции. Про экологическое просвещение мы уже поговорили, что это теперь вменили в обязанность, в полномочия местном самоправлении. А с учетом того, что у нас сейчас затевается, и первый регоператор у нас появился именно в Хабаровске, и районе Минлозо, но все-таки больше про Хабаровск, то, да, наверное, это действительно теперь масштабнее еще и это все будет работой вестись. Но посмотрим, как это будет, потому что, опять-таки, загадывать, вот если так транслировать все, что там я пообщался с управляющими компаниями, еще с кем-то, с жителями, да просто мое мнение, посмотрим, как это будет. Пока вроде бы звучит так, что да, сложности ожидаются, но вроде бы все это понятно, задачи обязательно решим. В общем, поживем и увидим. Спасибо большое за эту беседу, спасибо, что были с нами. Субтитры сделал DimaTorzok